Посуда – неотъемлемый элемент быта человека с древнейших времен до наших дней. Несмотря на то, что достаточно сильны новые тенденции, в современной индустрии изготовления посуды сохранились традиции, возникшие многие столетия назад. Сегодня вновь стали популярными экологичные материалы, безопасная, удобная и красивая посуда. Роль тарелок издавна выполняли миски. Кроме гашка и миски, в доме русского крестьянина могло и вовсе не быть другой посуды. Делали миски из глины, дерева, а позднее и из металла. Размеры некоторых из них были довольно большие. Из одной миски ела порой вся семья. Такие огромные мисы, которыми пользовались в 12 веке, летописец Даниил Заточник называл солилами. Интересно, что в старинных руководствах по этикету давались специальные советы, как культурно есть из общей миски. Например, рекомендовалось хорошо вытирать ложку, прежде чем снова зачеркнуть ею суп. Ведь разные люди могут не захотеть супа, в который обмакнули ложку, которую только что вынули изо рта. Но миска – это не тарелка. Последняя предназначена в основном для индивидуального пользования, имеет гораздо меньшие размеры и более плоская по форме. Сначала и довольно длительное время заменой тарелки служили большие ломти хлеба. Обедующий клал на них густую пищу, куски мяса, рыбы и т.д. Затем эти хлебные тарелки обычно съедались, а в богатых домах раздавались нищим или выбрасывались собакам. Настоящие, в современном понимании, тарелки, или как их тогда называли – тарелы, появились на Руси не раньше 16 века. Во всяком случае, Лжедмитрий I, ублажая в Москве мнишика с сыном, в знак особого к ним уважения, распорядился подать именитым гостям тарелки. Факт свидетельствует о том, что еще в начале 17 века они не имели широкого распространения и только-только входили в быт наиболее состоятельной части населения. Главным кухонным и сервировочным сосудом длительное время был керамический горшок – прямой предшественник современной кастрюли, супницы, баночки для специй, контейнера для хранения сыпучих продуктов. В горшках варили супы и каши, кипятили воду, тушили мясо, рыбу, овощи, запекали разнообразные продукты, хранили крупы, муку, масло. В силу такой универсальности, размеры и вместимость горшков были самые разные – от огромной многоведерной корчаги до маленького горшочка на 200 граммов. Различались горшки и по внешней отделке. Более нарядными были и те из них, в которых пища подавалась на стол. Печные же чаще всего никакого орнамента не имели. Интересно, что чем выше становился в городах и деревнях уровень гончарного мастерства, тем меньше внимания уделялось внешней отделке горшков. Так, горшки, созданные мастерами на ранних этапах развития русских городов, имели более богатый орнамент, чем их более поздние собратья. Главным достоинством керамического горшка всегда считалась его прочность. В хозяйстве дорожили горшками и берегли их. Ну а уж если случалось, что горшок треснул, то его не выбрасывали, а тщательно оплетали, обматывали берестяными лентами и использовали для хранения продуктов. О таком горшке народ даже сложил загадку. Был ребенок – не знал пеленок. Стар стал – пеленаться стал. Несмотря на всю свою универсальность, горшку трудно было удовлетворить многочисленные кулинарные запросы. Тогда пришли к нему на помощь всевозможные кастрюли противни сковороды. Вначале сковороды, как и горшки, изготовлялись из глины. Да и для печи такой материал был наиболее пригоден. По форме первые сковороды напоминали кастрюлю, края которой расширялись вверху. Сбоку имелась полая ручка, в отверстие которой вставляли деревянную рукоять. Со временем сковороды начали делать из чугуна. Для выпечки блинов существовали специальные блинные сковороды. Наши далекие предки не делали различия между боевым, охотничьим, хозяйственным или столовым ножами. Каждый носил свой нож за поясом и использовал его для разных целей. Специальные столовые ножи вошли в обиход только в 16 веке, но и они имели острый, как у кинжала, конец. Говорят, что закруглить концы ножей, дабы их не пускали в ход во время обеденных ссор, будто бы повелел Наполеон. Довольно почтенный возраст имеет и столовая ложка. Уже в повести временных лет она упоминается как привычный и совершенно необходимый во время еды предмет. Летописец рассказывает, как дружинники князя Владимира сетовали, что едят деревянными, а не серебряными ложками. Мудрый князь велел исковать для них серебряные ложки и промолвил, что с серебром и золотом не добудешь дружины, а с дружиной добудешь и золото, и серебро. Ложки, как и ножи, часто носили при себе в особых футлярах, либо просто за поясом или голенищем сапога. По этому поводу народ создал много присказок и поговорок. Запасливый гость без ложки не ходит, или со своей ложкой по чужим обедам. В зависимости от величины, формы, назначения, вида отделки, ложки имели самые различные названия. Вилка – самый молодой из столовых приборов. Даже за царским столом в 17 веке пользовались только ножом и ложкой. Отрезанные куски брали либо рукой, либо чем было способнее. Российская аристократия узнала вилку в 18 веке и, скорее всего, не без помощи Петра I. Немало дальних родственников насчитывается у современных фужеров и рюмок. Кубки, рога, чары и чарки, братины, чаши, ковши, стопки и стакан – вот неполный перечень посуды, из которой пили наши предки. Предназначалась она в основном для хмельных напитков. В быту же, как правило, обходились деревянным и металлическим ковшом. В зависимости от назначения, выделывались самые разные ковши и ковшики – черпаки, скопкари с двумя ручками, ополовники, разливательные большие ложки, маленькие ковшики, наливки и другие. Ковши служили для украшения стола, многие из них являются шедеврами народного творчества. Устойчивость и прочность – отличительные черты одного из старейших русских сосудов – братины. Эти качества как нельзя лучше отвечают ее названию и назначению. Пили из братины в круговую, и она служила своеобразным символом прочности и устойчивости дружеских отношений. Для кругового, заздравного питья использовались также чаши и рога. Видимо, даже дружеские пиршества того времени не всегда заканчивались мирно. Не случайно по этому поводу «Русская правда» предупреждает об ответственности, если муж ударит мужа чашей или рогом. Вместе с большими чашами в ходу были и маленькие чарки, заменявшие нынешние рюмки. Чарка вошла в историю не только как сосуд для питья, но и как сравнительная мера объема, соответствовавшая примерно 120 мл. Из всех предметов для винопития, пожалуй, самым праздничным и торжественным являлся кубок. Упоминания о нем дошли до нас с глубокой древности. Особую роль кубка на пиршественном столе подчеркивает его форма. Довольно высокая, но широкая и устойчивая ножка поддерживают огромную широкую чашу. Этот грациозный сосуд уже сам по себе создает соответствующий праздничный настрой. Изготовлялись кубки из дерева, керамики, серебра, золота, а начиная с 17 века даже из стекла. Интересная родословная и у современного графина. В Древней Руси его место на столе занимала яндава. Первые яндавы делали из дерева и керамики, а затем из металла и стекла. Для подачи на стол напитков служили также керамические кувшины. Форма их дошла до наших дней практически без особых изменений. С развитием стекольного производства в России большое распространение получили различные бутылки и бутыли. Наряду с упомянутыми сосудами в большом ходу у наших предков были разные кубышки, фляги, кумганы, похожие на кувшины, но с более высоким носиком. Самый известный и в прошлом и в настоящем атрибут русского чайного стола, конечно же, самовар. Первые самовары по форме тяготели к западноевропейским. Их делали, например, в стиле классицизма, похожими на античную урну. Однако, чем шире становилось производство самоваров, тем больше их форма утрачивало былой аристократизм, в ней постепенно стали преобладать чисто русские мотивы. Уже в 1850 году в стране выпускалось примерно 120 тысяч самоваров, а занимались этим ремеслом 28 мастерских. Какие только самовары не делали. Большие на несколько ведер и маленькие на 1-2 стакана. Медные самовары постепенно уступили место своим собратьям из сплавов меди и цинка. Кто побогаче, покупал серебряный или никелированный самовар. Пузатые, крутобокие самовары господствовали в прошлом веке на столах представителей всех сословий, от простолюдина до царедворца. Для чаевника они были вещью просто незаменимой. Не нужно было топить печь, чтобы вскипятить воду для чая. Самовар это делал за несколько минут. Вода в нем долго оставалась горячей, хорошо распаривалась заварка в чайнике, установленном сверху на самоваре. Обязательным дополнением самовара был также поднос. Непременно лакированные, с цветной росписью, русские подносы имели самые разнообразные размеры и форму. Овальные, круглые, квадратные, прямоугольные, фигурные. Они прекрасно дополняли серебрировку чайного стола, использовались и в качестве самостоятельного украшения жилища. Субтитры создавал DimaTorzok